На часах начала второго. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. И эта программа не что иное, как продолжение серии интервью с руководителями министерств Кировской области. Напомню, что большинство департаментов и управлений в составе регионального правительства были преобразованы в министерство 1 июля этого года. И сегодня в нашей студии глава еще одного министерства, министерства спорта Кировской области, Светлана Медведева. Светлана Владиславовна, добрый день. Добрый день. Между прочим, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, как и министр спорта Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутков, да? Отличник физической культуры России, мастер спорта по плаванию. Ну, мастером спорта вы еще в советское время, да, Столя? Мастером спорта и СССР. Сколько вам было? Это было в девятом классе, 15. В девятом классе? Подождите, побольше, 16. Что для этого нужно было сделать? Ну, как человек, не очень разбирающийся в этих спортивных званиях и регалиях, Ну, я думаю, что именно в то время там закалился характер, который трудно там переломить и напугать чем-то. Это были колоссальные нагрузки, большие тренировки по два раза в день ежедневно, за исключением четверга и воскресенья. Первая тренировка начиналась в 5.45. Ну, и объем проплытых километров в день составлял, ну, в самые максимальные дни 20 километров, а в среднем, ну, наверное, 12-14. Впечатляет. Ну, находясь на посту начальника управления еще по физической культуре и спорту сейчас в рамке министра спорта, Вы неоднократно говорили о том, что плавание – это один из перспективных, приоритетных, вернее, видов спорта в нашем регионе. Вот ранее появлялась информация о том, что плавательный бассейн в Кирсе в этом году должен, да, появиться? Что с плаванием? Значит, ну, у нас плавание вошел в число, пока не вошел в число базовых видов спорта, но я думаю, что мы на пути к этому. А базовый вид спорта – это что? Это перечень видов спорта, которые в каждом регионе признаются базовыми. Пока это не сильно много нам дает, но, тем не менее, это те виды спорта, за которые у региона особая ответственность. Для того, чтобы быть базовым, нужны высокие результаты и нужна развитой уровень инфраструктуры. Вообще, плавание не то, что приоритетный, на мой взгляд, но каким-то таким административным ресурсом, продвинутый в этот список. Плавание приоритетный из-за того, что он очень необходим просто для жизни. Любому человеку плаванием можно заниматься с рождения и до преклонного возраста. Не то, что можно, а нужно и полезно заниматься. Многие люди сейчас, думая о здоровье, об этом вспоминают. И на сегодняшний день у плавательных бассейнов нет дефицитов, желающих их посещать. То, что касается результатов с ведением строя бассейна «Быстреца», школа получила очень комфортные, можно сказать, шикарные условия для тренировок. На сегодняшний день у нас есть ребята, которые неплохо показывают себя на уровне юниорской сборной страны. И что особенно приятно, значительный скачок произошел в результатах ребят-инвалидов. Миша Кулябин у нас недавно стал бронзовым призером чемпионата мира среди инвалидов. По плаванию. По плаванию, да. И получил лицензию на Паралимпийские игры в Бразилию. Когда они состоятся? На будущий год, это серьезная заявка. И сейчас будем стараться, чтобы он оказался участником, минимум участником. Но вообще у него шансы очень высокие. Если он на чемпионате мира бронзовый, то, значит, можно мечтать и о Паралимпийской медали. И ребята, три человека ездили на Всемирную специальную Олимпиаду в Лос-Анджелес. Привезли семь золотых медалей. То есть у каждого по две в личном зачете и в эстафетном плавании. Часто вы ли как-то здесь по приезду ребят? Пока только с тренером встретились. Надеемся, что в ближайшее время приедет старший тренер Паралимпийской сборной по плаванию. И в рамках ее визита планируем такое мероприятие как-то их отметить, поздравить. А в плавании тоже, вот так, как во многих других видах спорта показывает, юноша, девушка какие-то результаты выдающиеся, и вот он начинает переманивать в другой город. Да. Есть такие движения тоже? Да, абсолютно так же. И многие годы мы были поставщиками наших спортсменов Волгоград. Были хорошие отношения с тренером Анастасией Павловной Сафроновой. Но на сегодняшний день нет необходимости у плавцов покидать город Киров. Условия для тренировок идеальные. При достижении высоких результатов спортсмены получают возможность встать на ставку спортсмена-инструктора в центре спортивной подготовки, получать заработную плату. Есть возможность быть командированными на любые соревнования, потому что кроме того, что у них неплохая бюджетная составляющая всего результатов, есть еще и серьезная поддержка от Уралхима, который уже второй год является основным спонсором областной федерации плавания. И, в общем-то, плавцы сейчас ни в чем не нуждаются. А у нас на базе тоже быстрится пока еще, ну, могу ошибаться, конечно, не проводилось никаких крупных соревнований. И планируется ли их проведение? Ну, вообще, вот мы даже не замахивались на масштаб первенств чемпионатов Российской Федерации, потому что для этого желательно иметь бассейн с двумя ваннами. А это нам не нужно, потому что этот объект стал бы очень дорогой в содержании. Мы умышленно строили бассейн, который нам нужен для тренировок. Ну, проходит у нас ежегодно, значит, в памяти Яны Шамаровой соревнований. В прошлом году было 600 участников, ну, половина страны точно была представлена. И проходит кубок в памяти Владимира Евгеньевича Бугреева. Тоже там порядка 15-20 регионов приезжают. Это вполне достаточный уровень для того, чтобы сохранять и поддерживать интерес к плаванию. Число вятских молодых пловцов год от года растет, с тем, у которых есть уже спортивные звания, разряды. Вообще Кировская область, надо сказать, тут приятно была. Не то что удивлена, наконец-то мы получили первый результат работы. Вот за 6 лет заняли по стране первое место по присвоению массовых разрядов. Это касается всех видов спорта, но плавание здесь совершенно не исключение. Количество желающих заниматься стабильно высокое. Нет возможности принять всех на бюджетные места, поэтому проводится конкурс. Ну и практически все, кто на бюджетные места попадает, это ежегодно, наверное, порядка 200 человек новичков, они к концу года все выполняют массовый разряд. При этом ребята, которые не выбрали для себя плавание как основное занятие в жизни, они приходят в так называемые резервные группы, там значительно более укороченная, облегченная программа, они занимаются всего 3 раза в неделю по 45 минут, ну и среди них тоже постоянно появляются дети, спортсмены, которые выполняют юношеские, даже взрослые разряды. А вот это первое место, оно дает сейчас нам какие-то преференции, более пристальное внимание будет к нашему городу? Ну, благодаря... Тоже финансирование возможно? Ну, благодаря этому результату по одному из показателей мы в целом в конкурсе по подготовке спортивного резерва заняли также высокое место по стране, это восьмое. Это очень тоже высокий результат. Это рейтинг Министерства спорта? Да, это рейтинг Министерства спорта. То есть сейчас Минспорт рассматривает новую программу федеральную на 16-е и 20-е годы, и там будет отдельный раздел подготовка спортивного резерва. Надеюсь, что начнут выделяться какие-то деньги, в том числе и по этим программам. Но даже если этого не произойдет, это все равно такой приятный итог работы за предыдущие 6 лет. И это свидетельствует о том, что те задачи, которые губернатор ставил, что это в первую очередь развитие детского массового спорта, они выполняются. Ну, хочу и добить тему плавания, вернее, уже не совсем традиционного плавания. Наша с вами беседа анонсировалась на нашем сайте, хакирова.ру, и вот один из пользователей сайта оставил для вас вопрос. Не подписался традиционным именем, оставлен адрес электронной почты, но речь идет о синхронном плавании. Когда в Кирове появится вот это самое синхронное плавание? Интересуются наши слушатели. Вы знаете, вот такие, я бы сказала, специфические, сложные виды спорта, как синхронное плавание, эти же прыжки в воду. И есть смысл развивать эти виды спорта на серьезном уровне, там, где традиционно сложились уже признанные школы. Потому что в стране очень немного тренеров, которые готовы в этом направлении работать. И, естественно, вряд ли кто-то из этих тренеров готов приехать в какой-то город регионального значения. С нуля очень сложно, да? С нуля это невозможно сделать. То есть тут, если, допустим, еще как-то, может быть, в водное поло мог бы переквалифицироваться тренер по плаванию, то на синхронное тренер по плаванию вряд ли потянет. И, ну, был такой опыт. Пытались лишь крыле. Они и бассейн, кстати, строили для того, чтобы замахнуться на синхронное плавание со смотровыми окнами. Более глубокий должен бассейн, смотровые окна. Тут у нас глубины, в общем-то, достаточно. Два метра это достаточно. Но смотровых окон мы умышленно не делали, потому что это значительное удорожание проекта. Но не получается. На каком-то таком вот бытовом уровне, там, развлекательном, наверное, можно было бы попробовать. Но, опять же, использовать бассейн, когда там приходится снимать все дорожки, будет заниматься максимум одновременно 15-20 человек. Ну, это не очень рационально в наших условиях. И вряд ли бы это возможно было потянуть желающим этим видом спорта заниматься. Вспоминая, конечно, о том, каких успехов добиваются наши девушки-синхромистки, было бы очень приятно, конечно, в составе этой команды видеть, возможно, гировских спортсменок. Но пока... К сожалению, пока придется сосредоточиться исключительно на спортивном плавании. Чуть ранее мы упомянули о базовых видах спорта. Давайте все-таки напомним. Ну, тут вне конкуренции у нас, конечно, лыжные гонки. То есть лыжные гонки представлены практически в каждом районе, в каждой спортивной школе. У нас традиционно высокие результаты, но это, собственно говоря, и обусловлено тем, что у нас есть пирамида. То есть во всех видах спорта, а в циклических особенно, очень важно на начальном этапе иметь большое количество спортсменов, для того, чтобы потом выявить из них талантливых и на выходе получить высокий результат. Радостное событие ждет нас в этом году. Это открытие лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп». Да, безусловно, они не должны. Это то, чего лыжники и биатлонисты вятские давно заслужили. И поэтому будем уже со следующего года пытаться вывести работу со спортсменами-лыжниками на новый уровень. Сколько уже строится этот объект? Давайте напомним. Этот объект три года строится. Да, это очень небольшой срок для таких масштабных проектов. Общая стоимость 400 миллионов рублей. Больше половины это федеральные деньги. Поэтому такой серьезный комплекс. Недавно приезжали представители союза биатлонистов России и Федерации лыжных гонок. Там какие-то внесли небольшие коррективы, замечания. Существенные? Ну, они не являются глобальными. Они существенные для тех, кто будет эксплуатировать этот объект в ближайшем будущем. Ну, а по строительным меркам, мне кажется, это нюансы, которые можно поправить в оставшиеся месяцы. Технического плана. Технического плана, да. И еще раз они нам подтвердили, что не только мы мечтаем об открытии этого объекта, что и биатлонисты, которые здесь в свое время проводили огромное количество времени и считают перекоп меткой биатлона советских времен, они все ждут открытия этого объекта, готовы приехать на открытие и еще как-то нас поддержать в наших настроениях этот вид спорта. Опишите, пожалуйста, хотя, возможно, вы уже это делали, что будет конкретно этот объект? Что там будет? Будет 5-километровая трасса, лыжероллерная с освещением, будет лыжный стадион, будут трибуны, будут помещения для подготовки лыж, для тренировок и небольшой этаж для проживания спортсменов. Конечно, очень бы хотелось, чтобы финансовая ситуация позволила в большей степени этот комплекс использовать для наших кировских ребят, как можно чаще собирать их всех вместе, то есть сборная команда, например, по юниорам провела сбор, дальше приехала по молодежи, приехали взрослые, и так вот, чтобы они сменяли друг друга на этом объекте, чтобы вот польза от него была именно для левятских спортсменов. Ну, в первое время, конечно, такой идеальной ситуации не получится, придётся приглашать и нагородных здесь тренироваться для того, чтобы всё-таки первые годы этот объект раскрутить, поддержать деньгами, ну, больше так подкрепить финансово, он пустовать не будет. То есть желающих, и потребность в нём очень высока, на сегодняшний день у нас пока такой возможности не было, часто собирать всех своих спортсменов в одном месте. Вообще идеальная ситуация, когда спортсмены молодые имеют возможность тренироваться бок о бок со своими уже именитыми, так сказать, согражданами, потому что это очень здорово подтягивает молодёжь. Это даже тут можно не приглашать какого-то суперспециалиста, просто учаясь друг у друга, они очень сильно подтягиваются и в результатах в том числе. Про иногородных спортсменов, которые вы сказали, упоминали, они за какую-то плату будут, да, у нас арендовать? Да, однозначно, да, они будут оплачивать услуги по проживанию, питанию, будут услуги трассы оплачивать. Ну, это как бы внебюджетная составляющая, будет новое учреждение, с 1 января начнут действовать наше новое учреждение, но уже созданное не в виде спортивной школы, не в доп. образовании, будет учреждение спортивной подготовки, центр зимних видов спорта, Перекоп, как будет называться. Зимних видов спорта, при этом круглогодичный он будет функционировать, да? Он будет... Лыжероллерная трасса есть? Он будет круглогодичным, то есть там, в принципе, могут тренироваться и представители других видов спорта, все равно там условия для проживания, трассы асфальтированные могут вполне потренироваться и легкоатлеты. В Сыктывкаре, в Ханты-Мансийске не только лыжники и биатлонисты тренируются на этих объектах. Поэтому будет доступен для всех. Что касается персонала, который будет там работать, создаваемое учреждение, что это за люди? Сейчас набор идёт? Откуда они возьмутся, эти люди? Тренеры перейдут из отделения зимних видов спорта Авиатской школы Олимпийского резерва. Дальше будет некий рейтинг отбор ведущих тренеров. Но задача вообще у этого центра, чтобы в нём был трудоустроен тренер практически из каждого района. То есть, районы, даю США, должны работать на набор, на подготовку спортсменов массовых разрядов. И, на мой взгляд, в каждом районе должен быть один-два тренера, которые будут уже готовить спортсменов более высокого класса. Вот в идеале они все должны быть трудоустроены именно в этом центре, чтобы у них была возможность приезжать и тренироваться в Перекопе. Ну и с другой стороны, чтобы они всегда тоже были под контролем, чтобы, как говорится, был спрос. за результат. Так что... Ну, раз уж мы говорим о спортивных стройках, давайте ещё о физкультурных, оздоровительных комплексах. Ещё два таких объекта в этом году к концу года должны появиться в Налинске и в Демьянове. Стройка сейчас там тоже идёт, да? Ну, этот год очень благоприятный по федеральным деньгам. То есть, несмотря на кризис, Министерство спорта России перед нами выдерживает все свои обязательства. 170 миллионов федеральных денег уже в бюджете области. То есть, у нас были случаи, когда деньги приходили в декабре. В этом году очень благоприятно, они уже в конце июня поступили. А что этому способствовали? Ну, наверное, в этот раз... Личное общение губернатора, мы знаем, что... Нет, в этот раз, наверное, то, что и Минспорт России начал там более качественно работать с Министерством финансов России. То есть, деньги у нас на счету, поэтому сейчас наша очень важная задача эти объекты построить и сдать вовремя. Мы отслеживаем в режиме онлайн, веб-камеры везде стоят. Но, я бы сказала, чисто визуальная картинка, конечно, очень радует в Налинске. То есть, сейчас там уже возведен каркас и начинается... Началось строительство кирпичного пристроя. В Демьяново мы были в субботу вместе с заместителем губернатора Матвеевым Дмитрием Александровичем. Там чисто визуально пока, конечно, грустно. Но мы понимаем, что глава района понимает ответственность и подрядчики понимают. Сроки срываются, что ли? Нет, там... Грустно. Нет, там... Ну, на сегодняшний день... Или сама местность какая-то такая? Нет, на сегодняшний день глазом видно только опоры для фундамента. Но мы понимаем, что там потребовались значительные усилия по установке этого фундамента. Он свайный. И много потребовалось времени и сил. Но меня, честно говоря, это не очень пугает, потому что в 2009 году... Вот сегодня, кстати, своеобразный день рождения этих проектов, потому что мы 17 августа 2009 года только выходили на стройплощадки. То есть там еще была даже не... Площадка была просто поросшая там... деревьями и так далее. Это Санчур, тут Жак и Тельнич. Но тем не менее, 25 декабря все объекты уже работали. Ну, на Линске и в Деменове эти объекты типовые. Да, они типовые, совершенно одинаковые, ну, показавшие себя с очень хорошей стороны, то есть экономичной эксплуатацией и при этом имеющие в своем составе все, что необходимо. Большой игровой зал, небольшой зал, который каждый район использует по своему усмотрению в связи со спецификой. У кого-то это становится залом для настольного тенниса. Своему усмотрению банкеты нельзя проводить. Ну, почему? Может быть, кто-то и проводит, но только на спортивную тему. То есть, да, где-то стоят теннисные столы, где-то тренажеры установлены, ну, в общем, такой зайчик, плюс раздевалки и вот, собственно, весь набор опций. В этом заключается. Сесть комплексов в нашем регионе сколько уже насчитывает? Ну, вот с этими сейчас семь, будет девять. Девять. Да. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, и эти объекты откроются к первому декабря, как у них в муниципальных контрактах обозначены со строителями. Что это значит? Если мы сдаем вовремя, то мы можем претендовать на свое эффективное участие в следующей программе 16-20. У нас там серьезные планы, то есть, продолжить строительство таких же небольших спортивных залов и перейти все-таки к массовому тиражу плавательных бассейнов, с чего начинали, которые очень необходимы области и для оздоровления людей, и для обучения школьников плаванию, и для сдачи норм ГТО, потому что у нас с этим, с бассейнами у нас дефицит большой. А я помню, что касается фоков, были проблемы в Котельниче, в Мутнинске, разрешились? У меня проблемы за все 6 лет, у нас были проблемы только с Мутнинском, к сожалению, не знаю. Именно на стадии строительства? Да, не знаю, всего чего, слабого контроля или еще каких-то причин, но вместо одного года, я уж не говорю о 4 месяцах 2009 года, этот объект строился 2 года. Это недопустимая ситуация, совершенно недопустимая. Повезло, что это был не год перехода из одной федеральной программы в другую. В этом году у нас такой возможности нет. если кто-то нарушит договоры и эти объекты не будут сданы в эксплуатацию, значит, на следующие 5 лет наш миллиард федеральных денег будет под большим вопросом. Кто-то получил нагонять за ситуацию в Матинске? За то, что строилось дольше, чем... Если бы от меня зависело, нагонять бы выразился в более таких серьезных мерах, на самом деле. Ну, я думаю, что главы районов, как представители одной из ветвей российской власти, не должны ждать нагоняев. И то, что они в чем-то были хуже других, это для них уже должно быть серьезным наказанием. Я напомню, что мы беседуем с министром спорта Кировской области Светланой Медведевой. У нас время традиционной рекламы. Небольшая пауза и вернемся. Продолжается наша передача. Я напомню, что мы сегодня беседуем с министром спорта Кировской области Светланой Медведевой. Зовут меня Владимир Сметанин. Вот еще тоже читаю по тем спортивным объектам, которые должны появиться в этом году. В эксплуатацию могут быть введены спорткомплексы Верхошиженье и легкоатлетический манеж в Геранске. Все так? Да. Это объекты, на которые мы не заявляемся в федеральную целевую программу. Они будут финансироваться за счет областного бюджета. Верхошиженье идет ремонт спортивного зала, что, в общем-то, позволит Верхошижене укрепиться как одному из ядер, так сказать, спортивного развития региона. И в Геранске это давняя проблема. Там неплохой легкоатлетический манеж, который в свое время, видимо, был построен хозспособом и в силу сложных времен был отключен от отопления и начал постепенно разрушаться. Сейчас ведется его реконструкция. Он будет завершен в этом году, но профинансирован в следующем. то есть нашли строители, которые взялись за этот проект. По такой же схеме должен был быть достроен бассейн в Кирсе, но, к сожалению, местные власти так и не раскачались. В общем-то... Что значит не раскачивать? Ну, там есть определенные... Не добивали, не пробивали эту тему, вот тема, что называется? Они уже ее пробили и получили согласие точно так же, как и Иранск, но там есть определенные процедуры, связанные с проведением конкурсов и подготовкой проектной документации. Вот не справились и не с этим. Хотя Кирс мог бы уже к концу этого года тоже уже плавать, так сказать. Попытка будет сделана еще одна в следующем году или уже все, поезд ушел? Нет, этот вопрос все равно нужно решать. То есть, естественно, если есть объект такой степени готовности, как бассейн в Кирсе, его нужно достраивать. Это история советских времен, но тем не менее две глобальных истории советских времен благополучно завершились. Это Ледовый дворец Олимпорена и дворец Единоборец Богатыри в Кире. Поэтому Кирсу тоже нужно собраться с духом и все-таки достроить свой плавательный бассейн. Областное финансирование, да, великолепно. На эти объекты областные не назову сейчас до копеек, но порядка 17 миллионов в Верхо-Шижемье и 44, по-моему, в Кирсе. Не могу не спросить про еще один большой, грандиозный даже, наверное, планирующийся объект в областном уже центре, это легкоатлетический манеж. В мае этого года приезжали представители федерации легкой атлетики российской, в том числе наша землячка знаменитая, Анна Альминова, приезжала. Вот в мае губернатор Никита Белых говорил о том, что строительство все-таки в этом году может начаться или должно начаться. Это действительно глобальный объект, который нам очень необходим, потому что легкоатлеты наши, имея высокие результаты, до сих пор тренируются в очень стесненных условиях. Базовый, да? Базовый вид спорта, тоже один из базовых. Этот объект необходим Кировской области и решаться этот вопрос будет за счет программы «Газпром детям». Я так представляю, как непросто было договориться об участии в этой программе вновь, но тем не менее это было достигнуто. Был визит Алексея Борисовича Миллера в Киров, на котором, в общем-то, вопрос окончательно решился. Сейчас город Киров уже в программе «Газпром детям». В этом году выделены деньги на проектирование и, насколько неизвестно, проектирование ведет с одной из санкт-петербургских компаний и при благоприятном стечении обстоятельств, то есть проект пройдет экспертизу, привязку к местности, но вполне возможен выход на стройку уже в последнем квартале этого года. Но если не случится, то в следующем году точно... Но деньги-то есть? Уже выжили. Да, деньги зарезервированы в программе «Газпром детям». То есть их работа ведется. «Газпром детям» это второй случай после «Быстреца». После «Быстреца». Да, да, да. Кстати, вот такая хорошая совместная работа команды газовиков и правительства области по поводу строительства «Быстрецы» очень укрепила наши позиции в «Газпроме». И именно благодаря тому, что построен качественный объект, который используется детской спортивной школой, и все газовики высокого ранга, которые приезжали и видели «Быстреца», они все вот именно это отметили. Нам очень приятно, что мы построили это для детей. и поэтому у нас в общем-то сложились хорошие отношения. Надеюсь, что и в случае с легкоатлетическим манежем это все продолжится. Давайте напомним местоположение легкоатлетического манежа. Это вересники. По-прежнему вересники. Когда начнется привязка к местности, я не исключаю, что могут возникнуть какие-то непреодолимые сложности, тогда город готовит какую-то резервную площадку, пока не могу сказать, где точно. на всякий случай что-то готовится. Да, вообще, конечно, лучше было бы все-таки реализовать намеченное и начать двигаться в ту сторону, потому что там возможно не ограничиться одним легкоатлетическим манежем, появятся еще какие-то может быть не такие глобальные, но спортивные опции, то есть может быть велодорожки протяженные, чтобы была возможность у всех желающих принять участие в занятиях спорта. Остается у нас не так много времени про внедрение системы готов труду и обороне. Хочу затронуть эту тему, но на каком сейчас этапе эта система? Этот год он такой заключительный по поводу подготовительных мероприятий. Осенью должен выйти закон о ГТО, у нас еще такого не было, у нас до этого был только закон о физической культуре и спорте, а так вот, что по отдельному проекту был закон, такого еще не было. Но, собственно говоря, в этом законе будет расписано окончательно все уровни ответственности, муниципальный, региональный, федеральный, но на сегодняшний день идет активная регистрация на сайте. В последнем данном с вами сообщили, более 5000 человек уже зарегистрировались на сайте ГТО.ру. На самом деле это немного. Я имею в виду Кировская область. В Волгоградской области уже давно было больше 80 тысяч. Но, опять, с другой стороны не так и мало. В общем, интерес есть. Сейчас каждый район определяется с центрами тестирования, определяются места тестирования, пользуясь случаем. Еще раз хочу всем напомнить, что не предполагается какого-то спонтанного течения внутри этого проекта. это государственный проект, который будет реализоваться только в соответствии с теми правилами, которые утвердит нам федеральный язык. То есть принять участие в тестировании ГТО можно будет только в местах тестирования, которые будут определены каждым муниципалитетом самостоятельно. Зафиксировать результат участников смогут только сертифицированные судьи, обработать результаты могут только центры тестирования, а присвоить звание или вручить значок той или иной степени может серебряный и бронзовый решается приказом регионального уровня, золотой значок только приказом Министерства спорта. Каждый россиянин единожды в году может принять участие в тестировании ГТО бесплатно. И вот когда у нас появляется в паблике на сайтах какая-то частная инициатива клубов или граждан что давайте приходите мы у вас примем нормы ГТО это не соответствует действительности. А когда еще и предлагается это сделать за деньги то сразу знаете что это авантюра. Но наказание при этом не предусмотрено за такие вещи. Возможно в законе все будет прописано. если он выйдет то там вполне возможно и будут прописаны санкции к нарушителям порядка. В общем совет нашим слушателям если вы видите слышите такую информацию что вас призывают шарлатаны пока по большому счету на сегодняшний день то есть массовое тестирование ГТО по стране еще не началось. Официально прошла только декада ГТО для школьников 11-15 лет Кировская область приняла участие в этом проекте и в сентябре наши сборные области поедут в Белгород на участие в фестивале ГТО Всероссийском порядка 15 человек из Кировской области ребят получат золотые значки это будут первые значки ГТО в стране и в Кировской области А как? Закон еще не принят и значки уже будут получать? Ну к этому времени значок закон уже выйдет Да это будут первые ребята которым будут вручены значки но они собственно говоря не просто вручается значок вручается удостоверение и если в будущем году они станут абитуриентами они смогут уже получить дополнительные баллы на вот эту декаду Всероссийского ГТО поедут 6 человек из Оречевского района и 2 кировчанина то есть все-таки выбрали из тех кто участвовал самых лучших с первого сентября в каком-то виде ГТО уже в школу да пойдет? Да с первого сентября мы мы-то готовимся к тому чтобы уже с сентября когда заработает вот этот весь сайт ГТО уже не только для регистрации уже для фиксации результатов мы настроены на то чтобы с сентября начать уже пробные такие акции не только для детей но и для желающих взрослых есть ряд предприятий активных граждан которые хотели бы уже себя попробовать в этом году будем к этому стремиться чтобы уже начать этот процесс в этом году с 2016 года мы обязаны для всех школьников предоставить такие возможности а с 2017 года для органов власти является обязательным уже предоставить такую возможность для всех желающих граждан это очень масштабная работа которая потребует больших и людских сил и финансов всего прочего но другого выхода нет поэтому будем участвовать в этом давайте еще раз напомню сайт в интернете gto.ru вы можете туда заходить и узнавать все подробности о данной системе кстати не так давно был праздник где-нибудь с культурника 8 августа с профессиональным праздником как прошел на Динамо куда у нас основные мероприятия прошли на самом деле День физкультурника проходил вообще в каждом районе и как правило он отмечается проведением спортивных соревнований то есть все всегда в работе в свой праздник в городе Кирове была организована встреча работников физкультурно-спортивной отрасли на теплоходе небольшая прогулка общение обсуждение там итогов планов на будущее но конечно центральным событием было открытие стадиона Динамо с новым искусственным полем покрытием да конечно мы все видим что это только первый шаг и потребуется еще огромная масштабная работа для того чтобы Динамо снова там заблистал как он был в советские времена но поле конечно идеального качества я не футболист не играла но при этом но при этом но видно что это покрытие очень высокого уровня у нас времени вот буквально уже не остается я хотел если есть какие-то крупные спортивные мероприятия на ближайшее время чтобы мы их проанонсировали ну в ближайшее время в сентябре у нас состоится спартакиада воспитанников детских домов приборского федерального округа порядка четырехсот детей съедутся в Кировскую область будут соревнования проходить как базово на спортивном комплексе «Факел» Ленинградская 1 ну а из каких-то международного формата в ближайшее время пока ничего не будет нас традиционно в сентябрь как бы начало такого активного спортивного спортивной жизни октябрь, ноябрь, декабрь это уже как вот такие очень жаркие месяцы для спортсменов ну из международного формата наверное ближайшие это октябрь звездочки дзюдо в России будут во дворце единоборств ну уже традиционные мероприятия которые проходят в нашем городе спасибо министр спорта Кировской области Светлана Медведева спасибо большое ну и кстати ждем вашу традиционную программу «Спорт с Медведевой» ну к сожалению министерская работа предполагает много времени уделять основной работе ну буду стараться ну так будем надеяться спасибо большое всего доброго спасибо 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 спасибо